Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах. И сосредоточимся на Краснодаре, который сейчас готовится к ответной встрече. Одной 16-й финала Лиги Европы против Загребского Динамо. И вот в преддверии этого матча я решил собрать самые интересные комментарии хорватских фанатов по данной встрече. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Если говорить о мнении хорватских фанатов, то оно, можно сказать, разделилось. Есть те, кто считают Загреб однозначным фаворитом, а есть те, кто относится скептически к своей хорватской команде. А вот букмекеры, к сожалению, почти в один голос называют фаворитом именно хорватский клуб. Поэтому здесь Краснодар будет андердогом. Ну а если вы хотите поставить на эту встречу, то, милости просим, есть замечательный сайт BaldBet, где вы можете не просто делать ставки, но можете еще и поучаствовать в очень интересной акции. Дело в том, что сейчас там проходят специальные ставки от букмекера. Вам предлагается поставить на определенный матч, сделать определенную ставку. И если она, что называется, зайдет, то вы в итоге в сумме можете получить до 17 тысяч рублей. В течение трех дней вам дадут три специальные ставки от букмекера. И вам, в общем-то, не нужно ничего платить, ничего ставить. Вы просто можете получить деньги от компании BaldBet. Для того, чтобы поучаствовать в этой акции, вам нужно зарегистрироваться на сайте по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну и там ввести промокод, который также указан в закрепленном комментарии и в описании к данному ролику. Поэтому дерзайте, вы ничем не рискуете, но можете заработать до 17 тысяч рублей с компанией BaldBet. Ну а мы переходим к зачитыванию хорватских комментариев. Что они здесь написали? Давайте узнаем. Никола Юванович, если наша оборона будет ошибаться так же, как в первой встрече, то мы можем упустить наше преимущество. А если у Петковича не пойдет игра, то мы ничего не создадим в атаке. Наше преимущество очень шаткое. Ну, что тут скажешь. 3-2 на выезде это неплохой перевес, но в принципе 2-0, например, победа Краснодара на выезде. И вот, пожалуйста, мы уже проходим дальше. Поэтому здесь всякое может случиться. Ну и оборона у хорватов действительно так себе. Собственно, у Краснодара не лучше, но так или иначе. Шансы забить сопернику у нас точно будут. Зоран Вукович написал, самое главное не расслабляться. Динамо очень часто вылетает после удачного первого матча. Вспомните Бенфику, Ольборг или как мы чуть не вылетели в матче с Мальмё после победы в первой встрече 4-1. У меня плохое предчувствие перед вторым матчем с Краснодаром. Ну что ж, вот такое мнение, что Загреб очень часто упускает преимущество, добытое в первой встрече. Ну, будем надеяться, что и в противостоянии с Краснодаром мы увидим нечто подобное. И что Быки смогут совершить камбэк во втором матче этого противостояния. Ну, на самом деле такая логика, она вполне себе обоснована, потому что хорваты играют дома лучше, чем на выезде. И если уж они в Краснодаре добыли победу, так дома, кажется, у них будет еще больше шансов. Но посмотрим, футбол и игра непредсказуемая, всякое бывает. Может быть здесь произойдет сенсация, и наша команда добудет победу на выезде и пройдет дальше. Златко Ралашич написал, Краснодар показал, очень хороший футбол, это симпатичная команда с очень слабой обороной и вратарем. Они в этом похожи на нас. Думаю, нас ждет много забитых мячей, и мы пройдем дальше. Ну и главное, игра будет по-настоящему содержательной и красивой. Ну что ж, похвалили нашу команду за атакующие действия, что, дескать, оборона и вратарь так себе, но команда показывает симпатичный футбол. Ну, в общем-то, так оно и есть. Сейчас у Быков есть проблемы и в защите, и основной голкипер отсутствует, но при этом в атаке периодически проходили неплохие комбинации. Антонио Новак написал, мы прямо стали специалистами по игре против русских. СССР обыграли, Краснодар тоже должны проходить. Жаль, в одной восьмой лиге Европы мы уже точно не соиграем с русскими. Но, видимо, они считают, что теперь все российские команды, они будут проходить. Но, если они пройдут Краснодар, то в одной восьмой точно ни с одной российской командой не встретятся. Дарко Букич написал, на своем поле Краснодар проводил первую игру после зимнего перерыва. Думаю, что это помешало им реализовать сильные стороны своих футболистов. В ответной встрече они будут намного опаснее. Но, действительно, была первая игра после зимней паузы, поэтому, возможно, в ответке Краснодар покажет и более интересный футбол. Посмотрим. Горан Милошевич. В первой игре все сложилось очень удачно для нас. По игре мы мало в чем превзошли соперника. Их вратарь много ошибался. А нам в некоторых эпизодах просто повезло. Исход противостояния все еще не решен. Но тоже будем на это рассчитывать. Надеюсь, что в ответной встрече городов не будет так ошибаться. И, возможно, удача уже улыбнется нам в каких-то эпизодах. Йозип Лешич написал, «Жду нового шоу от Петковича. Пусть тренируется на русских командах. И ему еще предстоит забить русским за сборную в квалификации чемпионата мира». Но я думаю, вы в курсе, что мы с хорватами в одной группе на мундиально-отборочном этапе. Поэтому здесь получается, что да, мы прям в каком-то вечном противостоянии с хорватами и на клубном уровне. И вот в квалификации чемпионата мира, и вот в 2018 году мы играли в четвертьфинале. Прям какая-то целая серия матчей против хорватов. Но будем надеяться, что Краснодар здесь как раз начнет нашу победную серию против хорватов, которую, возможно, в будущем продолжит. И сборная России. Как говорится, поживем, увидим. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Пока.